простыми словами и красивыми кадрами о том что интересного происходит в нашем большом и стильном городе это beauty time на 31 всем здравствуйте эти дни мы много времени проводим с участницами проекта хочу быть моделью 30 плюс со всеми уже познакомились в скором времени представим участниц вам а еще мы наблюдаем за их ежедневными маленькими успехами по части самосовершенствования и надеемся что к концу проекта все эти маленькие успехи сложатся в один большой и даже грандиозный надо же выгуливать платья и юбки мне кажется это вот прям париж по мне плачет милая женщина платье я бы девушкам посоветовала экспериментировать и сегодня у нас модная практика посвящена романтическому стилю в одежде идешь украшать мир мы снова на модной практике участниц проекта хочу быть моделью сегодня нам предстоит освоить сложный изысканный романтический стиль авторские принты александра богданова нежные деликатные полутона но для начала продолжим знакомство с нашими участницами меня зовут ольга шухтуева мне 38 лет замужем я мама двух девочек я являюсь руководителем торговой компании у нас супругом общий бизнес мы занимаемся поставками овощей и фруктов по ресторанам нашего города данной сфере работаем уже более 14 лет по профессии я экономист-бухгалтер люблю учиться всегда нахожусь в статусе ученик люблю петь занимаюсь танцами я творческий человек этот год для меня проходит под девизом год смелости год выхода из зоны комфорта мой день рождения в этом году начался в лодке на сплаве по горной реке в турции для кого-то это ну что тут такого для меня это шаг свои страхи этот проект это тоже шаг шаг во что-то новое чего я никогда не делала преодолеть страх камеры выйти на сцену перед зрителями чему-то новому научиться это про женственность про женскую энергию женская энергия самая сильная из всех энергий меня зовут ксения старикова по образованию я педагог по призванию учитель люблю учить и учиться именно поэтому я второй раз на вдохновляющем проекте для женщин и о женщинах хочу быть моделью для меня это курсы повышения квалификации где мне бы хотелось прокачать стильные скиллы расширить круг знакомств и конечно же получить удовольствие от различных видов модных практик люблю жизнь во всех ее проявлениях играю на гитаре пою русские народные песни и в последнее время в мою жизнь пошел балет я надеюсь что это надолго потому что балет это в первую очередь о здоровье с имидж клубом светлана я дружу уже около трех лет принимаю активное участие в творческих стильных проектах парад моды на кировке платье города моделинг фотопозирование дефиле мне кажется что это мечта многих женщин тайная мечта которая так и не осуществляется моя мечта стать моделью сбылась и самыми активными моими болельщиками является моя семья муж мама двое сыновей внучка это самые благодарные зрители на всех показах активная жизненная позиция позволяет мне восстанавливать ресурс который так нужен при работе с детьми я считаю что педагог должен быть на стиле ведь здорово учиться у того кто нравится надеюсь что проект позволит мне в совершенстве овладеть искусством управлять впечатлением меня зовут екатерина титова мне 37 лет моя основная университетская специальность менеджмент организации есть еще дополнительная квалификация переводчик и вообще я люблю учиться получать новые знания сейчас я учусь мгимо получая дополнительную квалификацию цифровой маркетинг или проще говоря smm а летом я окончила школу тренеров искусственного интеллекта в яндекс и теперь работаю в яндекс обучаю нейросеть я много времени провожу дома потому что я учусь дистанционно из дома работаю удаленно из дома и тренируюсь дома чтобы держать себя в форме а еще у меня много домашних дел потому что я жена и мама двух прекрасных дочек я много времени провожу со своей семьей мы любим вместе путешествовать ездить в разные страны и любим путешествовать по россии а на проект я пришла чтобы развить свою женственность найти свой стиль поработать над своим имиджем и поучиться у профессионалов которые находятся со мной в одном помещении они по ту сторону экрана ну и просто получить удовольствие от процесса итак возвращаемся к практике первые оценки коллекции носят эмоциональный характер ощущение попала в какой-то мир где царит нежность и женственность и легкость красота светлые тона ласковые ткани они очень гармонично мне кажется подходят образу любой женщины подчеркивают привлекательность ее меня удивили такие необычные названия модели тайна океана мелодия ветра зимний вальс очень красивый вот это платье называется пряный вечер а вот этот жилет называется мускатный туман это звучит очень вкусно уютно тепло у меня вообще такой мне кажется очень романтический стиль я себя ощущаю француженка мне кажется это вот прям париж по мне плачет в этом образе следующий момент многие бы назвали тем самым выходом из того самого комфорта примерить что-то что не носишь это тот еще стресс если честно у меня больше в моем гардеробе присутствует спорт шик или спортивный стиль я первый раз познакомилась с таким стилем платье я редко очень я в основном брюках хожу поэтому сейчас платье одеваю оказывается очень красиво милая женщина но несмотря на то что мы все эмансипированные живем вот в таком темпо ритме бешеном нам конечно всем практически подходит спорт шик который тоже в данном бренде предоставлен но тем не менее у любой женщины есть повод для романтической встречи для романтического свидания в театр сходить в ресторан должность заставляет носить классику я же председатель правкома ко мне люди обращаются я должна быть строгой и тоже время добрый в платье я буду добрая красивая женщина настроение поднимается когда ты для себя что-то такое прям интересное примеряешь который никогда не даже не мерил у меня первый опыт такой что я примеряю на себя такие романтические образы я на себя с другой стороны посмотрела и то что допустим я раньше не носила сейчас я на себя это примерила и мне это очень нравится я привыкаю к этому образом вроде кажется все знаешь о моде да что тебе идет что тебе не идет а здесь вот примеряешь и смотришь так со стороны так это даже можно мне носить я привыкла к джинсам брюкам сейчас я в юбке для меня это ну я не очень часто в этом хожу я спортсменка я вы по работе нет мне в этой одежде но здесь такое все красиво все это примерить конечно некоторые подошли к вопросу обстоятельно и хорошо подготовились к практическому занятию я сначала на информационных площадках посмотрела что предлагает данный бренд я посмотрела что это конкретно женская романтическая коллекция в каких нежных цветах это вот скажем так набор цвета это вот весь который мне лично нравится и я конечно с нетерпением ждала когда нам назначат дату модной практики познакомившись с этими коллекциями с этой одеждой понимаешь что каждая вещь уникальна все создано с любовью как я узнала что принты собственноручно отрисовываются мастером это как произведение искусства бренд александр богданов родом из омска нам особо приятно работать на территории российских дизайнеров здесь конечно царит особая атмосфера именно для изучения романтики мы пришли сюда потому что здесь днк бренда как раз про интеллектуальную романтику про интеллектуальную женственность и конечно же каждая встреча это открытие кто-то сразу же погружается в неизведанное кому-то требуется время чтобы привыкнуть для меня многослойность это откровение я так не пробовала никогда это очень интересно я приму себя к сведению что можно собрать многослойность то есть несколько вещей раз плюс растянутость цвета то есть мы берем цвет он уходит вниз и за счет этого мы удлиняемся мы утончаемся в этом комплекте я постаралась вот создать вот эту вот вертикальную линию которые нас учили на лекции вот не до конца застегнутая линия тоже достаточно очень хорошо удлиняет силуэт вот эти вот ноги прям далеко так уходят это очень красиво пока интересно наблюдать за тем как люди одеваются многослойную одежду я пока не могу это применить потому что еще не знаю не умею как не могу решиться скорее всего это сложно после лекции прийти в магазин и попробовать что-то подобрать потому что на лекции вроде смотришь все понятно кажется да я все поняла потом приходишь магазин и оказывается при таком разнообразии что сложно все вспомнить все эти правила вспомнить вот сочетание принтов сочетание цветов а когда удается создать свое сочетание особенно то что до этого даже в голову не приходило это вызывает настоящий восторг романтический стиль да можно со спортом вполне смиксовать и с кроссовками и с кедами а то что можно так миксовать для меня прям открытие вау самое что важное вещи очень хорошо по цвету сочетаются между собой то есть можно любую вещь смиксовать с каждым под каждый образ и ты это берешь за урок применяешь на себе и идешь украшать мир меня зовут анастасия дроузина я по профессии врач эндокринолог мама четырех сыновей и очаровательной дочки я обожаю и люблю свою семью она дает мне силы и поддержку для движения вперед ресурсы и вдохновение для творчества меня беспокоит состояние окружающей среды я воспитываю в детях бережное отношение к ресурсам к земле к обитателям нашей планеты мы сортируем мусор собираем батарейки макулатуру стекло металл пластик занимаясь органическим земледелием я не использую минеральные удобрения применяя биологические средства для защиты от вредителей и болезней у меня получается выращивать ягоды фрукты овощи легко и просто мне нравится моды и дизайн я люблю смотреть модные показы черпать оттуда вдохновение и искать тенденции я умею шить и создаю одежду для себя и своих детей хочу открыть свое тело создавать образы и которые помогли бы женщинам решать их жизненные задачи в проекте я хочу увидеть себя погрузиться в мир творческих стильных и смелых людей найти друзей и единомышленников я раз я малкова работающая пенсионерка дети выросли много свободного времени и мы с коллегами придумали шить ростовые куклы шили кавказцы начали в них выступать нас приглашают на юбилеи на корпоративы а где дети мы подкупили игрушечные персонажи на проекты я пришла чтобы научиться красиво ходить красиво одеваться я очень люблю 31 канал я его всегда смотрю и вот преображение женщин мне очень понравилось я думаю попробовать может у меня получится преобразить меня зовут ирина рыльникова мне 41 год я мама двух замечательных сыновей любимая жена моя профессия очень важная нужна и ответственная я сотрудник мчс россии работа в спасательной части радиотелефонистом несмотря на свою профессию такую ответственную и сложную я душе романтик люблю уютные вечера с близкими с друзьями душевные посиделки возле костра с песнями под гитару люблю спонтанные поездки перелеты меня вдохновляют очень живописные места творческие люди на проект я попала не случайно чтобы вдохновиться познакомиться с новыми людьми познакомиться с индустрией красоты и моды на замечательные преподаватели наставники и и я надеюсь что у нас будет еще очень долгое и плодотворное сотрудничество партнеры проекта хочу быть моделью эйфория болеро александр богданов тони моли энса самоцветы брофитерия новый год это время новых возможностей и быть может кто-то даже обретет новую профессию в этом я даже уверена поскольку один известный в стране барбершоп объявляет об открытии академии под своим собственным брендом у нас в челябинске мы наконец открыли академию но работа по призванию то есть здесь мужские темы мужские разговоры и мужская атмосфера мы кажется без работы мы никогда не будем академия чоп-чоп проект известного барбершопа открылась совсем недавно хотя обучение мастеров здесь проходит уже несколько лет ребята которые хотели научиться мы собирали их какие-то группы 2 3 4 человека и учили их это тоже было очень продуктивно но сейчас мы решили предложить вариант при котором ученик сможет зарабатывать уже через месяц то есть всего 12 учебных дней в них мы максимально сконцентрировали только самую важную информацию здесь также осталась теория также есть отработка на манекенах и дальше большую часть курса будет занимать уже стрижки реальных людей это интенсивное обучение стало возможным благодаря тому что в программе осталось только самое необходимое что будет целесообразно показать только те стрижки которые действительно важны которые будет достаточно для того чтобы человек вышел и уже буквально через месяц получив все эти навыки начал зарабатывать более широкий спектр услуг стрижек он эти знания получал уже в процессе и за нами когда я учился и сейчас как преподаватель очень строго наблюдают чтобы все стрижки были по-настоящему качественные то есть мы даже так скажем контролируем друг друга то есть наблюдая за тем кто что сделал здесь есть возможность побывать на разных мастер-классах здесь наша руководство старается приглашать очень топовых мастеров за всей страны в академии это будет продолжаться в следующем году я насколько знаю очень много будет приглашаться ну скажем так звезд и помимо того что у нас есть постоянное обучение направленные на качество стрижки у нас точно также проходят обучение по сервису нам привозят психологов преподавателей и мы постоянно поднимаем свой сервис в команде чоп-чоп настоящие фанаты своего дела мастера которые работу любят больше чем деньги но парадокс как раз в том что именно это и помогает хорошо зарабатывать ну я считаю что эта профессия это работа по призванию если ты будешь учиться и стараться то максимально быстро ты можешь набрать там базу клиентскую пойти по карьерной лестнице у тебя будет хороший заработок это сложная профессия но в перспективе она такая очень хорошая и ну всегда будет переносить хлеб здесь рады видеть учеников любого возраста а вот согласно статистике примерно половина это совсем молодые люди выпускники школ а вторая половина те кто успел проявить себя в другой профессии когда я учился в девятом классе и мне надо было постричься для школьного фотоальбома и тогда только-только открылся чоп-чоп после стрижки я прям спускайся ступени к моменте понял то что все я хочу этим заниматься я совмещал работу на заводе с обучением и довольно быстро там достиг хороших результатов и остался профессии в этом проекте много личного опыта каждого преподавателя опыта успешного но долгого сегодня все можно гораздо быстрее я на свое обучение потратил около года и оглядываясь назад и понимаю что эти знания точно можно уложить в месяц в академический месяц то есть как раз вот примерно 15 вот этих рабочих учебных дней о которых мы сейчас и говорим ну то есть это тот курс который мы предлагаем своей академии вы смотрите beauty time программу о том как познать себя и свое окружение продолжаем выпуск он не готов открывать свое лицо но ему нужно твое внимание я бы точно задавала себе вопрос а ты то чего хочешь но есть люди которые не про злость а про озлобленность эта история про принятие себя эта история про появление сегодня многие люди используют соцсети для того чтобы продвигать себя и свой бизнес но есть и те кто остается простым зрителям как раз о таких зрителях сегодня мы и говорим семейным психологом юлии кулясовой кто эти люди которые боятся проявить себя в социальных сетях у которых на аватарке бабочка или цветочек у которых нет имени фамилии эта история на самом деле она ну она свойственно всем нам потому что у всех у нас есть рептильный мозг который отвечает за безопасность и он говорит появляться и проявляться плохо когда ты видимый когда тебя видят когда ты появляешься когда ты проявляешься что кстати противоречит сегодняшним тенденциям мира то ты вне безопасности и эта история к сожалению часто перекладывается на сна соцсети психологической точки зрения эти люди которые оберегают свою зону комфорта или этим людям совершенно не нужно проявляться им достаточно быть в позиции наблюдателя кто-то может быть боится кто-то может быть не хочет и осознанно это выбирает с одной стороны нет ничего плохого в том что некоторые люди не хотят открывать себя и свое имя в социальных сетях с другой стороны вот от таких анонимов чаще всего и исходят негативные комментарии а это уже извините не спортивное поведение если ты комментирующую в негативном ключе например но при этом у тебя бабочка на аватарке я не знаю даже как тебя зовут и какого ты пола ты не понимаешь с кем общаться естественно возникает возмущение но слушай ты пришел посмотреть на мою страницу зашел на мою территорию ты как будто имеешь право вообще так себе здесь вести с одной стороны да понятно это возмущение но с другой стороны те люди которые хотят быть медийными которые хотят быть видимыми которые транслируют свою жизнь через соцсети ведь они тоже выбирают этот путь и это твоя ответственность что ты показываешь и да естественно будут на тебя разные негативные позитивные отклики и здесь важно понимать что это просто выбор того человека а это твой выбор появляться ты можешь прямо и открыто говорит слушай но это моя территория я здесь пишу и веду себя так как я выбираю и тогда ты просто эмоционально не реагируешь на таких людей и такие люди как правило не включаются в этот диалог а если мы в этот диалог включаемся да понятно эта история поднимает охват и привлекает интерес из какой-то в каком-то смысле она полезная для ведения например блога но мы понимаем что эта история она очень такая не сильно полезная с точки зрения психологии потому что я продолжаю давать и подпитывать тому человеку давать ему внимание потому что он точно пришел за вниманием он не готов открывать свое лицо но ему нужно твое внимание а может быть ему нужны твои негативные эмоции а может быть он злится хочет также но не может и он негодует он злится он не понимает он завидует а может этого не осознавать и вот через такие манипуляции коммуникации через хейт и так далее он таким образом как будто проявляет свой протест как таких людей можно охарактеризовать психологической точки зрения что у них в голове и в сердце и и вообще если там на чем работать во первых если меня эта история устраивает и она не доставляет никакого дискомфорта той и окей да и меня пока устраивает роль наблюдателя но если тебя трогает что другие смелые что другие как-то себя проявляют тебя задевает их там не знаю личная жизнь трансляция чего-то там своего поведения жизни и так далее я бы точно задавала себе вопрос а ты-то чего хочешь что с тобой происходит когда ты наблюдаешь за за другими людьми потому что явно есть какая-то потребность до которую ты не позволяешь себе я бы точно задавала себе вопрос а что происходит с тобой и чего хочешь на самом деле ты и еще бы я смотрела а что страшного в том чтобы тебя увидели и она потому что мы же все нам не просто появляться нам не просто но вот быть потому что мы опять же чувствуем эту небезопасность а вот что страшного для тебя в этом если не страшно это мой выбор тогда и все окей вопросов нет людям всегда интересна жизнь другого и мы даже к сожалению сейчас очень часто подменяем жизнь свою чужой жизнью когда мы наблюдаем за блогером когда мы кайфуем от его жизни когда мы зависаем соцсетях а что происходит с моей жизнью в этот момент а может быть такого что у меня вообще нет этой жизни и единственное удовольствие или что-то яркое происходит в жизни тех людей за которыми наблюдаем я наблюдаю но и тогда если есть этот некий диссонанс я бы все равно спрашивала ты-то чего хочешь вот ты наблюдаешь за этими людьми что тебя в них восхищает что тебя в них злит и если бы можно было все чтобы ты взял свою жизнь я бы точно предлагала появляться потому что если говорить про соцсети это история про принятие себя это история про появление это история про вызов себе эта история вообще про рост потому что когда ты для себя пишешь что-то или говоришь или общаешься это легко всегда легко внутри себя почувствовать и ты попробуй с этим в мир проявиться или там целеустремленность или еще что то всегда легко наблюдать но ты остаешься в своей зоне, так скажем, комфорта, а попробуй выйди и сделай шаг. Потому что блог — это всегда личный рост. Ну, чаще всего это про личный рост, про вызов себе, про то, как тебя видит мир. У тебя точно появляются какие-то свои страхи, затыки, которые ты начинаешь благодаря этому видеть. А обращаются ли такие люди за психологической помощью? И если да, то, скорее всего, наверное, запрос состоит не в том, чтобы «помогите мне раскрыться в соцсетях». Там, наверное, что-то глубже и что-то совсем не то, что мы имеем на поверхности. Те люди, которые, например, пакостят, скажу так, другим, например, пишут какие-то гневные, негативные, неприятные комментарии, ну, конечно, они могут обращаться и к психологу, но чаще всего их ведёт, ведь не эта история, чаще всего их ведёт вот какая-то неудовлетворённость, злость, негодование. Они могут выглядеть на самом деле очень такими «слабыми», в кавычках назову, да, в жизни такими слабыми. Они приходят, например, и они вообще могут быть в жертвенной позиции, да, потому что если где-то что-то у тебя не получается, ты чувствуешь, что вот ты не до, то тебе же где-то нужно компенсироваться. И вот она заходит такая смелая со своей бабочкой на аватарке, я сейчас говорю, что это не про всех, и смело комментирует, она позволяет себе всё, что можно, потому что хотя бы так нужно себя компенсировать. Но, как правило, конечно, не эта история их беспокоит, и беспокоит, вот назовём так одним словом, неудовлетворённость жизни, боль какая-то в отношениях или ещё где-то. Некоторые люди, я, может быть, кому-то сейчас открою глаза, но некоторые люди живут на злости. Я имею в виду сейчас на деструктивной злости. У нас у всех есть злость, и она здоровая, классная, когда мы её направляем в действие, когда мы двигаемся, когда мы достигаем цели. Но есть люди, которые не про злость, а про озлобленность. И тогда, когда они увидели кого-то, обсудили кого-то, у него классно или у него плохо, и мне от этого хорошо, у меня появляется, так скажем, энергия, чтобы, ой, ну хорошо, у него не получилось, у него какой-нибудь там случился факап, я не знаю, неудача, неуспех и так далее. И мне от этого классно. И вот такие люди живут на этом негативе, они прям могут подпитываться буквально, ну вот прям как вампиры, да. И, конечно, они ищут негативных новостей, они ищут у кого где плохо, они ждут, когда у кого-то случится какой-то неуспех. Вот эта история, она такая себе, я бы сказала, токсичная, но она не полезная. Но, как правило, человек, если её осознаёт, то, конечно, он начинает что-то делать. Но чаще всего человек это делает неосознанно. Ну и как открытым пользователям реагировать на такую аудиторию, на таких зрителей и комментаторов? Они учат быть собой, несмотря на критику, несмотря на непонимание. Они учат говорить, да, я такая, это моя территория. И таким людям просто важно научиться быть благодарными, потому что тогда мы не будем застревать и мы не будем подпитывать их этой энергией. Потому что когда мы реагируем на этот негатив, когда мы переживаем, когда мы начинаем биться или доказывать, не-не-не, я не такая, тогда это история, которая, вот они этого и хотели. Ну, отпустите его с благодарностью. Ну, жаль, правда, ну, жаль, что ты так. Очень, ну, я бы, ну, как бы с удовольствием поделилась и рассказала вообще как можно по-другому. Ну, ты выбираешь быть там, где ты есть, а я тебя вижу, и я двигаюсь дальше. Узнать больше о героях наших выпусков можно на наших страницах в соцсетях. Всегда рада обратной связи с вами. А на этом все, до встречи. Наш стильный партнер и мечтудия Елены Ивановой. Субтитры сделал DimaTorzok